Шалтай Болтай, он же анонимный интернационал. Впервые группа хакеров заявила о себе 31 декабря 2013 года, когда заранее опубликовала текст новогоднего обращения президента России Владимира Путина. Хакеры занимались общественной и коммерческой деятельностью. Общественное заключалось в том, что на своем сайте Шалтай Болтай публиковал переписку высокопоставленных чиновников и политиков. В числе жертв Шалтая, премьер-министр России Дмитрий Медведев и его пресс-секретарь Наталья Тимакова, замглавы управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко, руководитель Лайфа Арам Габрелянов, бизнесмен Константин Малафеев, вице-премьер России Аркадий Дворкович. Коммерческая, скрытая деятельность Шалтая – шантаж. По неподтвержденным данным, более 30 российских чиновников согласились заплатить хакерам, чтобы те не публиковали письма из взломанных электронных ящиков. 23 июля 2014 года блок Шалтай Болтай оказался в реестре запрещенных сайтов, который ведет Роскомнадзор. В октябре 2016-го был арестован Владимир Аникеев, он же Льюис. Почти сразу Аникеев начал давать показания, и уже в начале декабря под стражей оказались один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев, он же хакер Форб, а также бывший глава отдела расследования компьютерных инцидентов лаборатории Касперского Руслан Стоянов. Предположительно, именно Владимир Аникеев был руководителем группы хакеров Шалтай Болтай. Данные по сотрудникам ФСБ противоречивы. По одной версии, Михайлов и Докучаев изначально курировали хакеров и передавали им информацию. По другой, они расследовали дело по Шалтаю, однако, выйдя на след группы, предпочли арестом совместное взаимовыгодное сотрудничество. Накануне сообщалось, что во время обысков в доме Сергея Михайлова было обнаружено 12 миллионов долларов наличными.